Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса «Культура Китая в страшных сказках и преданиях». Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении Радио Арзамас и на сайте Арзамас Академи. Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20-процентной скидкой, если на странице arzamasacademy.com ввести промокод невеста. Арзамас представляет Курс Аглай Старостиной «Культура Китая в страшных сказках и преданиях». Лекция 2. Неубиваемая невеста и красные нити судьбы. Представьте себе такой сюжет. Принц или богатый юноша слышит предсказание о том, что ему суждено жениться на крестьянской дочери, может быть, на нищенке, или в других вариантах, может быть, на совсем маленькой девочке, может быть, на уродливой маленькой девочке. Он возмущен, пытается расправиться с этой невестой, ударяет ее ножом, пробивает ей лоб или делает еще что-нибудь плохое. Тем не менее, эта девушка как-то спасается. И в конце концов, он, когда она уже вырастает, встречает ее, не узнает, женится, и потом выясняет, кто она такая, по шраму. Они, как правило, в дальнейшем живут счастливо. Это бродячий сюжет. Бродячие сюжеты — это такие сюжеты, которые настолько распространены, что мы можем встретить их по всему миру, в фольклоре самых разных стран. Еще их называют международными сказочными типами. Если мы рассматриваем международный сказочный тип, то мы можем посмотреть, как сюжет изменялся в разных культурах. Это обычно очень интересно. Тот сюжет, которым я вам сейчас рассказала, бродячий, по указателю международных сказочных типов у Арна Томпсона, он относится к типу 930А, группа «Сказки о судьбе». И у него есть свое название. «Предназначенная жена». Сказки о предназначенном муже, конечно, тоже существуют, но это родственный тип, о нем сегодня говорить не будем. Сегодня мы рассмотрим китайские версии этого сюжета, но при этом сравним их с вариантами из самых разных фольклорных традиций. Посмотрим, что именно характерно для китайской культуры. Мы узнаем, возможно ли для человека изменить свое будущее наперекор воле богов, а также поговорим о том, откуда взялся популярный в наше время образ красной нити судьбы и о том, как именно сказки меняются под влиянием исторических событий. В этом бродячем сюжете о предназначенной жене самое главное – это тщетные попытки избежать исполнения пророчества. Еще для этого сюжета характерна вера в то, что супруг предопределен. Очень характерен для него такой мотив, как опознание по шраму, и там есть некоторые другие мотивы, которые соединяются и составляют сказку, которая очень легко опознаваема. Мы буквально узнаем ее в любом обличии, кем бы ни были герои. Тем не менее, везде ее рассказывают по-своему. Эта сказка бытует чрезвычайно широко. В Скандинавии, в Торции, в Италии, в Тунисе, в Египте и в славянском мире, включая Россию. Если мы говорим о Китае, то сейчас такие сказки, типа «Предназначенная жена», они распространены очень много где. На Западе, на Юге, на Северо-Востоке, на Севере. Это то, что удалось собрать ученым, и то, что можно обнаружить, глядя в сборники современного китайского фольклора. Их рассказывают не только ханьцы, а ханьцы – это представители самого многочисленного народа в Китае, ну, например, маньчжуры. Итак, история эта очень древняя. Ее первая запись более тысячи лет. Она относится именно к территории современного Китая. И в то время и сейчас в китайской истории о предназначенной жене центральная фигура – это предсказатель. Но в других культурах он вообще факультативен. То есть человек может услышать на улице это предсказание, может обратиться действительно к гадателю, но может и погадать по какой-то книжке и сам узнать о том, что ему предстоит. То есть для сюжетов в целом, для его логики внутренней, предсказатель не обязателен. Важна его функция. Человек должен узнать, что предстоит в будущем, и потом начать сопротивляться. Таким образом, в других культурах предсказателя может и не быть, когда мы рассказываем эту сказку. В китайской культуре в большинстве случаев он есть. В ранних реализациях не всегда, но это типичная фигура для китайского варианта. У китайских сюжетов, которые относятся к этому типу, есть некоторые другие черты, которые не характерны для того, как он реализуется в других культурах. Посмотрим, как устроен этот сюжет. Чтобы понять, как он изменялся, и что мы из него можем понять о традиционной культуре Китая, возьмем вариант сказки, который был записан в 1980-е годы в китайской провинции Шаньхи. Когда-то давным-давно жил седой и бородатый старик почтенного вида. Но он имел странную привычку. Каждый месяц полнолуния он выходил на берег реки и перекладывал камешки, которые лежали на земле, то в одну сторону, то в другую. И вот однажды лунным вечером из соседней деревни о состязании военном искусстве возвращался один юноша. Он увидел старика за этим занятием, остановился и стал наблюдать за ним. Но вопрос, зачем он перекладывает камни, старик ответил, что он устраивает брачные судьбы. Камни на берегу реки – это все люди, какие только есть Поднебесные. Все важные, простые, большие, маленькие, женщины, мужчины – все здесь. Молодой человек развеселился и говорит, подбери мне старик жену. Старик указал на большой булыжник и сказал, это ты. Потом он подобрал маленький камешек, положил его рядом с булыжником и сказал, а это твоя жена. И он ушел, стал спрашивать, а где сейчас моя невеста? Но старику не понравилось, что он над ним шутит, он явно был раздражен и сказал, в праздник фонарей. Праздник фонарей – это 15-й день первого месяца по лунному календарю. Приходи в город, и у Кумерни ты увидишь женщину в синем. У нее на руках будет девочка. Это и есть твоя жена. Не сказав больше ни слова, старик удалился. А юноша было и смешно, и неприятно. Он взрослый, сильный, спортивный человек. Ему жениться на какой-то маленькой девчонке. Когда это вообще произойдет? Он пнул маленький камешек, но он отлетел довольно далеко. Но сразу же прикатился обратно и лег рядом с булыжником. Юноша бросил камешек подальше, но с тем же результатом. Тогда он поднял булыжник и понес домой. Дома он запер камень в ящик и каждое утро проверял, не пропал ли он. Кроме того, он задумал найти эту девочку в праздник фонарей и убить ее. Время летит, как стрела. Вскоре пришел Новый год, за ним и праздник фонарей. Праздник фонарей – это завершающий день в цикле Нового года, то есть праздника весны в Китае. Лунный Новый год. На улицах города, в традиционном Китае, особенно около храмов, очень много людей. В это время можно увидеть знаменитый танец льва, множество других ярких представлений. Всюду разносчики продают разные лакомства. В общем, толпа людей. Возможностей много, найти конкретного человека трудно. И вот юноша пришел в город с мечом. На поясе у него висел булыжник, завернутый в трапку. Он стал искать женщину в синем с девочкой на руках. Долго не мог найти, а когда, наконец, разглядел и схватился за меч, его уже отнесло далеко толпой. Но он не растерялся, взял булыжник и бросил прямо девочке в голову, а потом бросился бежать. Раздались крики «лови убийцу». Однако он был уже далеко. Домой он вернуться не посмел, ушел в горы, и дальше 10 лет жил тем, что собирал, рубил, продавал хворост, не возвращался в родную деревню. Потом случилось так, что император издал указ. Он обещал прощение любым преступникам, которые вступят в армию и пойдут на войну. Дровосик немедленно все бросил и пошел в армию. Он же занимался военным искусством, был очень силен, и карьера у него пошла хорошо. Он постепенно стал полководцем с его помощью вражескую армию отбросили за границу страны, даже спас жизнь главнокомандующим. Главнокомандующий позвал своего спасителя в гости и устроил его честь пир. Они разговорились, и главнокомандующий узнал, что его гость, его земляк, еще не женат, хоть ему и исполнилось уже 37 лет. Главнокомандующий хотел выдать за него свою дочь. Полководец был очень доволен, и после свадьбы он сказал себе, «Какую же чушь сказал тот старик? Выдумал, что жнюсь на какой-то девчонке, а за меня отдали дочь главнокомандующего». И он снял с лица невесты вуаль. Во время традиционной свадьбы на голове невесты обычно бывает плотное покрывало. Часто бывало, что лицо своей невесты муж вообще первый раз видел только когда они после брачных церемоний оставались вдвоем. Это был как раз такой случай. Конечно, на лбу у нее он обнаружил шрам. Новобрачная рассказала, что однажды была с отцом на празднике, кто-то бросил в нее камень, ее долго лечили, но след все же остался. Муж признался во всем, она его простила, правда, не сразу, и они жили долго и счастливо. Посмотрим, почему герой идет на убийство в этом варианте. В первую очередь он хочет доказать, что старик был неправ. Здесь вступает в дело борьба мужских самолюбий. То есть рассказчик намекает на то, что старик, как распорядитель судьбы, наверняка специально выбрал для героя такой маленький камешек, чтобы его позлить. Во-вторых, герой сердит, что ему надо будет жениться на девушке гораздо его младше. И очень может быть, что она не такая завидная невеста, раз ее носит на руках, смотреть на ярмарку. Он предполагал, что знатную девочку принесут, скорее всего, в Паланкине. Он совершил ошибку, определяя социальный статус, потому что сама-то она была на руках женщины в сене, то есть служанке, и он не понял, есть ли с ней какие-то сопровождающие. Они наверняка были, но в такой толпе их легко было не заметить. Ну и что же получается? В результате герой не может жить в мире с собой, он портит себе жизнь, живет как отшельник. Все его попытки перехитрить космический порядок, перехитрить божество, которое воплощает этот порядок, были абсолютно напрасны. Но есть другие варианты этой сказки. Там герой бежит из внутренних китайских земель за заставы, то есть на северо-восток, начинает новую жизнь, и в конце концов он женится на девушке из семьи таких же беженцев. В нашей сказке, которую я сейчас рассказала, сыграло свою роль, что главнокомандующий и полководец были земляками. Поэтому главнокомандующему было легче выдать за полководца свою дочь. Но вместе с тем это обусловило и то, что преступник встретился со своей жертвой, потому что они были именно из-за одних мест. Во всем мире история о предсказанном браке предопределенной жене кончается, по большей части, хорошо. Но как современные слушатели можем задаться вопросом, насколько человек, который долго и успешно сопротивлялся счастью, вредя окружающим, насколько он его заслуживает. Вернемся к предсказателям в сюжетах. Предсказателем может не быть вообще, если он есть, то роль его бывает разной. Дело в том, что есть много сюжетов о том, как люди пытаются избежать предсказанного. Не все эти сюжеты относятся к типу предназначенная жена. Их очень много. И есть сюжеты, которые не посвящены непосредственно тому, как люди пытаются избежать судьбы, но внутри них эта деталь играет важную роль. В таких сюжетах предсказатель иногда может быть довольно активным. Чаще всего он просто констатирует открытые ему закономерности, но может назначить судьбу. Например, есть совсем другой сюжетный тип. Это сказка «Спящая красавица». Есть злая фея, которая произвольно назначает судьбу девочке на день рождения, который она попала, потому что она обижена на ее родителей. Что-то похожее происходит здесь, в нашей сказке с провинцией Шэньси. Старик как раз назначает судьбу каждой полнолунии. Как свидетельствует его диалог с нашим героем, он может руководствоваться псевиминутными соображениями. Вот сейчас рассердился на этого непочтительного юнца, и нашел для него самую неподходящую пару, которую только мог придумать. Сравним эту историю с записью сюжета о предназначенной жене, которая относится к периоду Тан. Это авторская новелла, и в ее основе лежит устное предание. Автор новеллы Ли Фуянь жил в первой половине девятого века. Есть русский перевод, и он выполнен Александром Александровичем Тишковым. Перевод озаглавлен «Предсказанный брак». Посмотрим, как новелле описывается «Предсказатель судьбы». Его образ в этом тексте повлиял на дальнейшую фольклорную традицию и на религиозную. На самом деле это божество. В это время он божественная сущность, но еще не какое-то общепринятое божество. Но в наше время это уже вполне популярный член даоского и народного пантеона. Заметное отличие новеллы от сказки в том, что герой новеллы это привилегированный молодой человек, он ведет себя соответствующим образом. В новелле Лифуяне герой зовут Вейгу. Вейгу происходит из хорошей семьи, успел получить приличное образование, он изучал иностранные языки. Вейгу рано осиротел и долго и безуспешно ищет себе жену. Он хочет жениться удачно, потому что у него нету старших родственников, ему нужно найти таких, которые помогут в дальнейшей карьере. В Торчевне, где он случайно оказывается, ему говорят, что у местного чиновника как раз есть дочь на выданье. Если он придет к такому-то монастырю, то там будет человек, который все про это знает и можно уточнить, есть ли ему смысл свататься. Вейгу пришел к монастырю еще до рассвета, месяц светил на небе, и при его лучах на ступенях какой-то старик смешком читал книгу, написанную странными письменами. Вейгу спросил его, что он читает, потому что это был даже не санскрит, не упустил случай похвастаться, сказал, что я превзошел все науки, знаю много языков, но эти письмена мне неизвестны. Старик ответил, что эта книга не из людского мира, в ней записаны судьбы. Вейгу удивился, если вы из царства духов, что вы здесь делаете? на что старик рворчал, что вообще-то так рано здесь никто не ходит, так что он не должен был его встретить. Затем он сказал, что отвечает за все браки в мире. За все браки в мире, подумал Вейгу, и сразу же спросил, суждено ли ему жениться на вот этой дочери чиновника. Старик сказал, что нет, его будущей жене сейчас всего три года, и он женится на ней только через 14 лет. У старика был мешок, и оказалось, что в нем лежали красные шнуры, которыми он связывал ноги будущих супругов. На расспросы героя старик отвечал, что его будущая жена, дочь торговки овощами, кстати, это была неправда, и ее можно увидеть на рынке. Вдвоем они подошли к рынку, и старик указал на девочку на руках у очень некрасивой одноглазой торговки. Вейгу сказал, а если я ее убью? Старик ответил, что это невозможно, так как ей суждено жить в довольстве и стать знатной из-за детей, которых она родит. Это был такой порядок. Если дети, женщины, добивались каких-то высших государственных почестей, важных титулов, то она тоже получала разные привилегии, преимущества, иногда даже титул. После этого старик исчез, а Вейгу, несмотря на это предсказание, обещал своему слуге денег, дал ему нож и указал на девочку, чтобы тот ее убил. На следующий день слуга нашел ребенка и ударил ножом, попав в лоб. Прошло 14 лет, но жену, как вы догадываетесь, Вейгу так и не смог найти. Он был назначен помощником окружного правителя по судебным делам. Тот был очень доволен и решил женить на своей дочери. Молодая, прелестная, образованная девушка. Вейгу к ней привязался, но скоро заметил, что она никогда не снимает декоративную мушку, которую носила на лбу, даже когда принимает ванну. Он спросил ее, в чем дело, и она сказала, что на самом деле она не дочь окружного правителя, а его племянница. Он ее удочерил. Ее родители рано умерли, и поэтому она несколько лет жила со старой кормилицей, дядя. Пока она жила со своей кормилицей, на рынке однажды ее ударил ножом какой-то сумасшедший, и с тех пор у нее на лбу остался небольшой шрам. Вейгу спросил, была ли ее кормилица одноглазой, и, услышав утвердительный ответ, рассказал жене обо всем. Впоследствии их сын стал правительным области, и его матери был пожалован соответствующий титул. Эта история сохранилась в нескольких собраниях. Самый ранний из них это замечательный свод под названием «Обширные записи годов Тайпин», Тайпин Гуанди, он составлен в 70-е годы X века. В обширных записях годов Тайпин истории о предопределенных браках всего 12, но только в нашем рассказе происходят встречи героя с божеством, и только этот рассказ сложится в основании огромной группы разных историй и сказок, которые существуют до наших дней. В мифологических рассказах и в новеллах, которые есть в этой группе, обычно героя предсказывают таинственный голос во сне судьбу, какой-нибудь профессиональный гадатель, колдунья или монах, но в нашем предсказанном браке тут старик явно действует с определенной степенью свободы. Он искушает героя явно, во-первых, когда показывает ему его невесту, во-вторых, когда говорит, что одноглазая кормелица это мать девочки, а Ваягу поддался на его провокацию, он решил так же, как и в народной сказке современной, что одноглазая кормилица мать девочки и что его будущая жена низкого происхождения и что она вырастет такой же некрасивой, как и ее мать. Причем, в отличие от современной сказки, он совершенно не пугается последствий своих поступков, потому что он принадлежит к элите китайского общества. По иронии автора, он служит по судебной части. Но, когда Ваягу и старик в новелле разговаривают, то старик представляется ему служащим в потустороннем мире. Есть очень похожий персонаж в рассказе более раннем, который входил в состав сборника автора Дайфу «Обширные записки о странном». Гуан Идзи, это восьмой век. А потом тоже попал в Тайпинг Гуан Дзи в свиток под номером 328. И там этот персонаж назван словом Гуэй. Это слово может обозначать нечистую силу. С другой стороны, оно может означать души людей, которые уже умерли. В этом рассказе Дайфу означает служащего в потустороннем мире. Он встречается с двумя героями в гостинице случайно. Они видят, что он выглядит необычно и решают его угостить. Это такой типичный прием в танцкой новелле. Если вы решаете угостить необычно выглядящего странника, с вами что-нибудь хорошее может случиться или, по крайней мере, интересное. Это такой месседж, который посылают своим современникам авторы, которые говорят, что в тавернах, в хорчобнях следует вести себя вежливо, и тогда вас ждут необыкновенные интересные приключения. За вином Гуи объясняет одному из героев, которого зовут Яньгэн, что он всю жизнь останется бедным, если не женится на девушке с счастливой судьбой. И поскольку его подружбы напоили вином, он соглашается организовать такой брак. Гуи развязывает нити, которые соединяли ноги девушки с ее прежним женихом и связывает ее с героем. Когда Яньгэн приходит свататься к этой незнакомой девушке, то оказывается, что ее предыдущая помолвка только что сорвалась, и поэтому его брак благополучно устраивается, и все у него дальше хорошо. То есть здесь совсем другой сюжет. Здесь судьба это такая податливая вещь, которую можно изменить, если угостить ответственное лицо. Такая несколько коррупционная мораль. Но во всяком случае мы видим, что и в восьмом веке существовал такой мифологический персонаж, такой чиновник, который отвечает за браки в земном мире и связывает какими-то веревками или шнурами ноги людей. Шнуры на самом деле нетипичны для современных сказок. Но в начале и конце истории иногда говорится примерно так. С тех пор и пошло предание под лунным старцы, который связывает ноги будущих супругов шнурами. А в других местах сказки при этом нет никаких шнуров вообще. Это связано с тем, что под лунный старец вошел в даосский пантеон, стал даосским божеством. И у него есть своя иконография, она широко известна. То есть мы приходим в храм и мы видим статуи седобородого стырька, у него розовые щеки, посох на него, намотаны красные шнурки, или иногда у него в руке клубок красных шнурков. Бывает, что в другой руке он держит раскрытую книгу, как в новелле, или книжный свиток. То есть это может быть в форме обычной книги или книга, написанная на шелке или на бумаге, но закрученная свитка. Культ под лунного старца, или просто иногда лунного старца, распространен широко, на Тайване даже, много-много где. Его воспринимают как покровители людей, которые хотят вступить в брак. Рассказчики знают про изображение под лунного старца в храмах, и они так невольно или намеренно связывают фольклорного персонажа, для которого эти нити не так уж и важны, с божеством из даотского пантеона. Поэтому они добавляют в финалы сказки или в зачин вот это упоминание о красных шнурках. Про общую логику сюжета. Вообще сказки, типа предназначенная жена, во всех культурах, они основаны на представлении о том, что мир устроен разумно, с одной стороны, с другой стороны, необходимо. То есть, эта картина мира, она, конечно, допускает свободное действие, но что касается самых-самых важных вещей в жизни, то есть, сколько мы будем жить, будем ли мы счастливы или несчастливы, когда мы будем счастливы и несчастливы, наш брачный партнер, все это определено заранее. Но могут быть такие полушуточные истории, которые несут в себе сатирический заряд, которые рассказывают о том, что судьбу можно изменить с помощью взятки, с помощью угощения, как в этом рассказе о человеке по имени Яньган, но это уже более позднее наполставание, потому что по более старым представлениям они архаические, они очень устойчивые. Человек, конечно, может предпринять действия по изменению собственной судьбы. И даже он, кажется, может добиться в этом успеха. Но в конечном счете все вернется на круги своя. Камешек, как кажется, там же, куда его первоначально поместили. Вот такая логика лежит в основе всех сказок этого типа. Тем не менее, в китайских историях, которые к нему относятся, ей сопутствуют некоторые нюансы. Мы видели на примере народной сказки, на примере старинной авторской новеллы, что старец вступает в конфронтацию с героем, провоцирует его или испытывает на месте судьбы как безличной силы появляется антропоморфное божество. В рассказе про Яньган этот личный фактор еще усилен, и мы тогда вообще вырываемся из этой архаической, фаталистической картины мира. Взятка правильному духу меняет судьбу героя к лучшему. Поэтому этот рассказ не относится и не может относиться к типу предназначенной жены. Хотя он и похож на историю о подлунном старце. Он транслирует совсем другой ход мыслей, и это вообще не сказка, а как бы такая протогородская новелла несколько плутовского бусклада. В чем же характерные черты китайских вариантов предназначенной жены, и что мы можем из этого узнать о культуре и обществе Китая? Чтобы на этот вопрос ответить, мы посмотрим на трансформации сюжетного типа в других культурах, посмотрим, как он выглядит где-нибудь в Европе. Внутри повествования, которые относятся к этому типу, есть несколько групп, и они, между прочим, тоже значительно отличаются друг от друга. Например, есть так называемый Южный Круг Сказок, там вообще нет узнавания по шраму, но есть кольцо, которое возвращается предсказанной жене после того, как его выбросили в море в брюхе рыбы, как поликрата в перстне, и она его показывает как знак того, что она и есть настоящая невеста, и это характерно для Греции и Испании, например. Северный Круг есть, там герой пытается избавиться от невесты серийно несколько раз подряд. У читателя с каждым следующим случаем возникает всё больше вопросов по поводу того, кому именно нужен такой муж. Шрамы здесь обычно бывают не на лбу девушки, а на руках. В 1926 году на Западе Швеции записали такую сказку. Король заночевал в бедном доме, и слышит чьё-то предсказание, он не знает, кто предсказывает, что девочка, которая там родится в эту ночь, выйдет за него замуж. Но он же король, правильно? Он уносит девочку в лес и бросает умирать, потому что он не собирается на ней жениться. Она спаслась, он встречает её потом, узнаёт, снова относит в лес, прибивает её руки к дереву. Тем не менее, им, конечно, снова суждено встретиться и вступить в брак. Здесь герой в финале гибнет, и никому его не жалко, наверное. Есть другие варианты. Например, есть русская сказка, армянская, индийская сказка из Пенджаба. Там девочка или девушка, иногда взрослая, но редко, по большей части всё-таки девочка, она изначально больна, у неё какая-то болезнь, от которой она очень неприглядно выглядит. И удар ножа, наоборот, её не ранит, а исцеляет. И потом уже герой встречается со здоровой, красивой девушкой или узнаёт, что есть такая красавица и сватается, и в брачную ночь узнаёт правду по шраму, но уже на спине или на животе. В конце XIX века от одного архангельского крестьянина была записана на этот сюжет сказка. Её герой очень красивый купеческий сын. Он ищет невесту, которая была бы равна ему красотой. Ему предсказывают, что он женится на царской дочери. Кстати, повышение статуса это редкость обычно. Но эта царская дочь, как он узнаёт, уже 20 лет лежит больная, как раз тот редкий случай, когда невеста взрослая. Он проникает в её покои, видит несчастную спящую царевну и говорит себе, какая же это мне супруга, и взглянуть-то брезгно. Ударяет её тесаком и возвращается домой. Царевна от удара ножом немедленно выздоровела и сделалась писаной красавицей. Во всех этих вариантах в большинстве случаев конфликта с предсказателем, как мы видим в китайских примерах, нет. Есть в турецких сказках и в армянской персонаж, который напоминает подлунного старца. На самом деле, это удивительно. В армянской сказке у старика с собой книга, где записаны все людские грехи и записана участь, которая ждёт каждого человека. В одной из турецких сказок старик подбирает с земли по две палочки и бросает их в воду. Обратите внимание, он тоже находится около реки, около воды. Но, несмотря на то, что эти персонажи, наверное, родственны подлунному старцу, в этих сказках герой просто слышит предсказания и принимает к сведениям. Он, может быть, огорчён тем, что ему сказали, он хочет изменить свою судьбу, но с предсказателем он поссориться не пытается, никакой провокации здесь не происходит. То есть, мы видим такую особенность китайских вариантов. У предсказателя повышенная субъектность. Безличная судьба подменяется. У нас есть антропоморфное божество. В средневековой китайской сюжетной прозе и в современном фольклоре очень много вполне фаталистичных историй, где никакое божество в процесс не вмешивается, архаическая картина мира разворачивается во всей своей красе и конфликт не происходит. Однако, именно в китайской вариации сказки о предназначенной жене этот персонаж себя чувствует прекрасно и оказывается устойчивым элементом истории. Почему? С одной стороны, есть такое правдоподобное предположение, согласно которому подлунный старец это символический двойник свата, то есть брачного посредника. Сват – это очень важная фигура в системе конфуцианского ритуала. Брак воспринимается традиционно в первую очередь как союз между двумя семьями. Когда договариваются о браке, то должны учитывать все нюансы социального и имущественного положения обеих семей, часто мнение астрологов по поводу того, как совмещаются гороскопы будущих супругов. Обрядовое оформление свадьбы в нем участвует свата, оно тоже было очень непростым. Степень сложности естественно зависела от места будущих супругов и их родителей в общей социальной иерархии. Чтобы все было сделано правильно, был нужен квалифицированный посредник, который помогал все это сделать. Заключенный без посредника братья конфуцианской ортодоксии осуждал. Вот это одно из объяснений. С другой стороны, очень возможно, что вот этот условный подлунный старец сливается с образом так называемого сэмина. Сэмины или управляющие судьбой были очень популярными персонажами народных верований. Если это так, то история о предназначенной жене, когда она пришла в Китай, могла восприниматься как один из сюжетов, которые были связаны с деятельностью сэминов. И поэтому предание о сэминах соединяется с фаталистической историей о предназначенной жене, и предсказатель обретает собственную индивидуальность. Потом про шнуры. В некитайских вариантах очень редко упоминается что-то вроде шнуров, которые связывают будущих супругов. Обычно этого нет. Но есть как минимум две интересные параллели, и причем они далеко не китайские, и не совсем понятно, откуда там это взялось. Во-первых, это сказка о царевиче, которая записана в Новгородском губернии в 1903 году. Брак героя там предсказывают горные духи. Они говорят, что к ним привозят с моря волосы крещенных людей. А мы сплетаем волосы мальчиков и девочек и куем. И кому с кем скуем, тому на той и жениться. Во-вторых, в одной из былин, которая собрал знаменитый этнограф Павел Николаевич Рыбников в Волонецкой губернии, богатырь Святогор встречает кузнеца, который кует два тонких волоса судьбину, кому на ком жениться. Эти примеры, скорее всего, связаны с красными шнурами подлунного старца, но как именно, пока сказать сложно, понятно, что это не какие-то темы, которые зародились самостоятельно. Конечно, и в Европе представление о том, что супругов связывают, какие-то нити распространены. У нас есть греческая мозаика, которая изображает брак Пелея и Фетсиды. И рядом с новобрачными стоят Мойры, богини судьбы. И в руках улахисис клубок. И само выражение брачной узы, оно вызывает в воображении какие-то шнуры или веревки и так далее. То есть вполне возможно, что представление о нитях, которыми связаны будущие супруги, первоначально у кого-то заимствовано. На это косвенно указывают славянские примеры о кузнецах хуёщих судьбу. промежуточные звенья и не одно. Но в китайских вариантах речь идёт об узах, которые связывают людей задолго до брака. Некоторые исследователи предполагали индийское происхождение сюжета. Я думаю, стоит обратиться к китайским представлениям о кармических связях между людьми. Они введут своё начало из буддизма, но прочно укореняются в китайской мифологической картине мира. Согласно этой народной картине мира, браку и другим важным событиям в жизни человека предшествуют самые разные и многочисленные события в прошлых жизнях. То есть живые существа взаимодействуют, и между ними создаются кармические связи. Чтобы вступить в брак, им нужно так или иначе, неоднократно взаимодействовать и встречаться ещё во предыдущих рождениях. И в позднейшей народной культуре красные шнуры лунного старца это часто воспринимается как визуализация этих кармических связей. Кармические связи возникают до рождения, но они нас соединяют, пока мы не сходимся вместе, они продолжают нас соединять, и мы их визуализируем как красные шнуры. Иногда буддийский элемент бледнеет, и тогда это просто визуализация будущей брачной связи, причём не обязательно уж совсем предопределённой, потому что люди, когда они приходят в храм молиться лунному старцу, они хотят, чтобы лунный старец помог им вступить в брак с тем человеком, о котором они мечтают. Про это говорят галативные предметы, на которых написаны пожелания этих людей. Если вы приходите в храм лунного старца, там очень часто можно прочитать, что именно люди от него хотят. Они, как правило, не просят, чтобы он помог им найти суженого. Такое, видимо, бывает, но это не то, что попадается сразу же. Сразу же бросаются в глаза просьбы помочь выйти замуж за какого-нибудь Джанго Фэна или еще кого-нибудь. Или наоборот, жениться на какой-нибудь вполне определенной даме. Такая небуддийская интерпретация тоже вполне актуальна. Может быть, даже актуальнее сейчас. Еще один момент, в котором китайские варианты отличаются от некитайских, то есть нечто именно характерное для китайских реализаций, это бегство от войны или голода или переезда на большие расстояния из экономических причин. И это ожидаемо, потому что китайская история полна масштабных переселений. Для всей истории ханьцев наиболее интенсивная миграция как раз в эпоху, когда сюжет закрепляется в Китае, то есть это 8-9-10 века и непосредственно следующие за этим три столетия. Можно вспомнить хотя бы распад Танской империи, после которой на территории огромного государства образуется несколько государств, которые друг друга сменяют, и, соответственно, они находятся друг с другом в сложных отношениях, это тоже порождает естественное переселение. На самом деле таких событий было очень много, но это одно из масштабных. Или же можно вспомнить, например, уже в Сунской империи, когда государство было очень сложная внешняя политика, оно постоянно теряло какие-то земли, в основном на севере, и в конечном счете в XII веке потеряло очень большую часть своей территории, пришлось переносить столицу, все земли стали частями других государств, и это, конечно, вызывало тоже огромные волны переселений. Итак, если суммировать, во-первых, для китайской разновидности этого бродячего сюжета характерен акцент не на безличную трансцендентную силу судьбы, а на личное божество. Причем часто герой идет на конфликт с ним, может выразить саркастическое недоверие предсказанию и может спросить в лицо, а что будет, если он убьет невесту. В результате герою действительно удается на некоторое время изменить свою судьбу, но совершенно не в том направлении, каком хотелось бы. Вероятной причиной этой особенности действует конфуцианской морали, потому что она требовала посредникам при заключении брака, который был очень важной фигурой. Еще одна причина – это влияние на сюжет традиционных представлений о божествах судьбы, которых называли семинами. Есть довольно много легенд, где они индивидуально общаются с людьми непосредственно, и с ними вполне был возможен контакт, и до какой-то степени даже турок. Во-вторых, для ранних китайских повествований о предназначенной жене специфичен образ шнуров или веревок, которые объединяют будущих супругов. В китайской традиции шнуры, которыми подлунный старец связывает ноги будущих супругов, трактуется как визуализация кармической связи. Или надо проще, как визуализация брачной связи уже непосредственно в этой жизни. В-третьих, китайские сказки. На сюжет предназначенная жена, когда они объясняют, каким образом герой теряет из виду будущую жену и думает, что она умерла, и он не знает о ее судьбе. Эти сказки часто упоминают бедство от войны или голода, или переселение в другой регион страны. Причина этого в том, что в китайской истории средних веков, в китайской истории нового времени были нередки эмиграции, и о них сохранилась память, как о событиях, которые, конечно, были травматичны, но в долгой перспективе они все равно приносили определенные преимущества. Эта память сохранялась десятилетиями и целыми веками. В следующей лекции о том, почему почтительная дочь жертвует жизнью ради отца и как богиня превращается в демона. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать по подписке в приложении Радио Арзамас и на сайте Арзамас Акэдеми. Если воспользоваться промокодом НЕВЕСТА на странице Арзамас Акэдеми слэш промо вы сможете оформить подписку с 20% скидкой.